Звезда проснулась. Доброе утро, доброе, прекрасное утро. Время у нас 10 часов утра. Сегодня на море не пошла по объективным причинам. У меня месячные. Не хочу, чтобы меня акула сожрала. Потому что я прочитала, чтобы не привлекать внимание, акул нельзя заходить в море с кровотечением. Поэтому я довольствуюсь малым. Приняла душ. И вот сейчас буду пить кофе. Ну, короче, все как обычно. Пока не свернула эту штуку, надо закрыть. Ножки уже высохли. Эти тапочки ношу только после душа. Ножки уже высохли. И... 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 Кровать не будем считать, что заправлена. На самом деле я спала, даже не заправив постельное белье. Вот это вот покрывало, оно у меня было на всей кровати. И я спала. Знаете, я сейчас как начала спать. Вот так вот поперек. Балкон открыт. Поперек. Не вот так вот, как спала раньше, а вот так вот. Так, это у меня чехол на матрас. Это раньше бывшая простынь, но это чехол. Не просох нифига. За уголки прицепила. Сейчас просохнет, потом буду застилать кровать. Синяя простыня уже высохла. Да что-то как-то вчера была лень застилать. Здесь у меня просохла или не просохла? Кристи уехала. Я затеяла стирку, затеяла уборку. Так, нет, до конца не просохла. Ну, ладно, ждем. Полы помыла во всей квартире. Подушки сушить начала, потому что Кристи с мокрой головой вышла из душа и легла на подушке. Вот и все, вот и все. Ко мне уже с утра постучалась в двери моя соседушка. Принесла мне торт. Представляете, торт Наполеон. Вот он. Это мне кофе. А, как вкусно будет. Че-че, а с соседями мне, конечно же, повезло. Исключительным образом. Да мне вообще в жизни повезло. Так, так, так. Мне не хватит. Мне не хватит, мне не хватит. Кофе нужно помолоть. Нужно для этого взять штатив. Ну, короче. Одно за другое, пятое за десятое. Это Василек. У меня точно такое же полотенце есть. Зеленое, огромное. Оно огромное, красивое. И качественное. Обалденное просто. Ставлю вас. А как ставлю вас. И надо же это. Надо же, надо же, надо же. Кофе-то молоть. Кофе-то молоть. Молоть, 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 молоть. Время десять часов утра из-за того, что шторы, шторы. Зачем я это делаю? Зачем я делаю эти движения? Я должна была вот это вот сделать. Дюнишелик закрыт. Все закрыто. Потому что у нас не дикая жара. Дикая. Жара просто дичайшая. Кстати, мой кофе заканчивается. Маме скажу, чтобы мне привезла еще такое кофе. Понравился. Понравился очень. Да. Буду брать. Мама приедет в сентябре. Ничего не изменилось. Не надо писать комментарий, когда приедет мама. Доела вчера мясо, которое я для Кристи готовила вечером. Посмотрите, да? Крупу. Ноза хорошая. У меня кефаль. Хорошая. Прям суху разбивает зерно. Обалденно. Когда делаешь на скорость 2, оно еще мельче становится. Так. Готовенько, готовенько, готовенько. Слушайте, я вот так подумала. Я вот так подумала. Следующий субботан. Суббота, ей суббота. И никаких проблем. Да у меня, в принципе, их нет. А может быть выйти в прямой эфир? Время раннее. А что мне? Не одеться? Деловка, знаете, на прямой эфир. Не одеться и... И, 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 и... Расчесать волосы и все. Прямой эфир готов. Можно я на прямой эфир? Как считаете? Как считаете, как считаете, как считаете, как считаете? Кофе. У меня сейчас кондиционер не включен, потому что еще температура позволяет. Я и днем, в принципе, его не включаю. Но я включаю его под вечер. Вот именно под вечер, когда солнышко садится и становится вообще жарко, жарко, жарко. Чуть попозже выложу в баночку. Саусеп мне Индра первая дарила. Вчера мы пили чай со своим мужчиной. Он сказал, что очень вкусный чай. Очень. Очень вкусный чай. Очень вкусная я. Очень вкусный торт я сейчас буду есть. Может, реально в прямой эфир. Пойду оденуще. Пока кофе варится, пойду оденуще подумаю еще. Подумаю, подумаю, подумаю. Пока расчесывала волосы, 7 потов сошло. 7 потов. О! Кофе. Как хорошо себя ведет, благородно. Пенка собирается так, как надо. Очень даже, очень даже, очень даже, очень даже, очень даже. Как хорошо поднимается пяточка. Так, все, отключаем. Надо что-то приготовить. Кушать. Размораживался, видите, холодильник. 10 часов не было света. Вот. Пока не буду мясо докупать. Вот это вот все съем. Помою в холодильник. И так, фарш, может быть? Да, достану фарш. Очень хорошо. Хороший выбор. Сделаю с кабачками. Приготовлю с кабачками. Может быть, с грибами. Очень вкусно было. Я посмотрела на вино. О, Боже. О, Боже. Я посмотрела на вино. Может быть, бокальчик, да? С тортиком-то. Вот прям сам Бог велел. Согласитесь. Ну, просто реально 7 потов сошло. Уже 10 потов сошло. Просто поняла, что если я сейчас еще выпью горячего чая, я просто сдохну. Горячего кофе. Кстати, вот чайник надо поставить в холодильник, потому что заварочки еще на один раз хватит попить. Очень жарко. Очень жарко. Я уже, посмотри, я уже вся в потом. Это невероятно просто. Невероятно. Сколько у нас? Ну, 40, наверное. Надо бы еще волосы покрасить. Уходит свет. Выгорает. Вчера с Кристи ходили кушать в гезлимешную. Я, Кристи, чуть не стало плохо. Она говорит, пойдем, я хочу поесть мини-мен. Хочу поесть гезлимей. Я говорю, пойдем, дорогая. И мы, наверное, где-то... Ну, мы пошли в час уже где-то. Ну, пошли к обеду. Слушайте, я пошла под зонтиком. Я Кристи говорю, вставай под зонт. Пойдем вместе. Она говорит, нет, не пойду под зонтом. Мне кажется, она пожалела, потому что, когда вот мы проходили аптеку, там вот, где фруктовая лавка, вот после Мигроса, она говорит, ну, мне плохо, мне плохо, просто. Ну, 40 с лишним градусов. Она говорит, мне плохо. И мы сели на лавочку, посидели. Представляете, таксисту говорим, сколько стоит доехать? Кристи говорит, давай поедем на такси. А там реально идти 3, максимум 4 минуты. Реально. Таксист говорит, 100 лир, юз. Таксист говорит, 100 лир. Я говорю, Кристи, за 100 лир я тебя на спине понесу. Ну, это просто 100 лир. Вы представляете, до какой степени обнаглели таксисты? До какой степени вообще вот это вот все, что происходит в Турции, это какое-то не поддается никакому здравому смыслу. 100 лир, я говорю, Кристи, дорогая, какие нахрен 100 лир? Ну, и все, дошли домой, Кристи приняла душ, легла, отдыхала. Причем, я говорю, кондиционер включить, и она говорит, нет, не надо. Тут с балкончика поддувает хорошо, то есть как бы комфортно. И все. Мы лежали, отдыхали. Я у себя в комнате, она вот здесь. А потом начали собираться. Я помыла вчера полы. Везде на балконе, в комнате. Отодвигала, не отодвигала, поднимала матрас. Там все вымывала. Все. В душевой кабине я, знаете, что сделала? Подняла вот эту вот решетку. Вот эту вот. И достала оттуда все волосы. Вот эти вот. Вы понимаете, да, вот эти вот? Все прочистила. Все вообще, чтобы идеально было. И знаете, вода стала лучше уходить. Хоть и не было никакой проблемы с водой, но вода стала лучше уходить. Очень. Я прям ножом вот так вот. И там волосни вот этой вот моей. Я все тут вот. Все помыла, все облагородила. И вечером занималась любовью. Да, два раза. Два раза, два раза, два раза. Мне нравится то, что моему мужчине, моего мужчину, как сказать, не смущает, по-моему, тот факт, что у меня там какие-то критические дни. Он говорит, это же ты. Это же ты. Ну, хотя, в принципе, там выделения уже не такие большие. А Кристи мне подарила. Смотрите, что. Короче, типа природный афродизиак. Для повышения какой-то вот сексуальной активности. Я не знаю. Я вчера своему говну, открывая рот, потому что я тебе капнула. Там пипетка прям. А он такой, что, что это? А он же умный парень. Сразу же давай смотреть. Давай гуглить, что он. Он говорит, ты где это взяла? Я говорю, мне Кристи подарила. Он такой, как это? Для повышения прям вот именно. Вот как-то не помню, но он мне сказал-то через переводчик. Гуглите. Посмотрите, что это за штука. Performance Natural Performance Booster. 30 миллилитров. Вот так вот. Кристи. А мы звоним, едем. Кристи едет в трансфере. Мы звоним, короче. Я и мой мужчина. Я говорю, Кристи, что это? И она говорит, ну, пользуйтесь, типа того, что на здоровье. Кристи долетела, все хорошо, дома, слава богу, рейс без опозданий. Все четенько. Все идеально. Мы с ней были на связи. И что-то я подумала, может быть, вы эфироваете, реально. Ну, потому что слишком прекрасный стол. А я сейчас подумаю. А что думать? Сейчас выйду в прямой эфир. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.